Вместе обсуждать проблемы и искать пути их решения. Эффективность такого общения оценили и врачи, и жители. Нина Максимова рассказала, что именно благодаря встречам с руководителями медучреждений удалось решить вопрос с работой амбулатории в Расторгуеве. Благодарность у нас от населения очень большая. И встречи эти, конечно, я считаю, что очень нужны народу. Одной из первых тем, поднятых во время диалога, стала недостаточная информированность населения о проведении очередной встречи. В том числе это касалось людей старшего поколения. Пенсионеры гуляют по городу, они обязательно где-то это прочитают. И на скамеечке у домов это расскажут своим соседям. А мы доносим, к сожалению, узкому кругу членам наших организаций общественных. Благодаря вашей телекомпании мы будем больше информировать граждан, размещать ту или иную информацию в социальных сетях на сайте. Тимур Асанов подробно рассказал жителям о проекте Видновской районной клинической больницы по обслуживанию пациентов на дому. Осуществляем выезды в рамках первичных, неотложных, активных вызовов, осмотры палеотивных пациентов, патронажи новорожденных, патронажи диспансерной группы населения. И в рамках этого отделения на дому мы осуществляем диагностику пациентов. Это и лабораторный забор биоматериалов на дому, и электрокардиограмму. Заместитель главного врача Видновской стоматологической поликлиники Елена Сидорова проинформировала собравшихся, что в их медучреждении можно пройти люминесцентную диагностику. Это обследование полости рта с помощью специального аппарата. Это занимает немного времени при посещении вас, но буквально 5-10 минут. Но вы хотя бы ранее выявление увидите, есть ли у вас какая-то патология в полости рта. Потому что за последние несколько лет заболевание со стороны полости рта и головы, и шеи увеличилось до 80%. Люди интересовались также тем, как пройти диспансеризацию и какие обследования входят в диагностику. Пройти диспансеризацию можно в любой день недели. На базе модуля диспансеризации Виднов заводская 15. Объем, который будет обозначен каждому пациенту, он индивидуален. Пройти диспансеризацию можно за час-полтора. Еще одна важная тема, которая обсуждалась на встрече – вакцинация от сезонного гриппа. В первую очередь врачи посоветовали сделать прививку людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Продолжение следует...